Итак, народ, всем привет! И в этом видео новый формат, формат радиосвязи. Имеем вот такую вот рацию, приобрел я ее недорого, 200 небольших тысяч рублей. Но сейчас вам расскажу, в чем фишка этой рации. Смотрите, здесь установлена такая уже антенна, очень длинная. Вот сейчас я вам расскажу фишку этой рации. Эта рация, друзья, имеет цифровую поддержку передачи радиосвязи. Вот сейчас видно, как раз подсветка не горит. Цифровую поддержку радиосвязи и аналоговую. АЭМ-модуляция. Каналы. Смотрите, частоту можно вести абсолютно любую. Все, потух экранчик. Смотрите, 25 МГц можно вести частоту. И вплоть до 130 МГц можно вести частоту. Так, все, подсветка потухла. Смотрите. Я ее перепрошил абсолютно на все частоты. Прошивка есть в интернете, есть очень много прошивок. Вы ее можете прошить абсолютно на все диапазоны. И, скажем так, вот уже что-то ловит. И, скажем так, пользоваться ей вообще абсолютно во всем диапазоне и слушать кого хотите. Все, на этом все. Смотрите, друзья. Вот такая вот антенна взамен. Вот такой вот антенны. Стандартная антенна. Вот такая вот маленькая антенна. Смотрите. И вот такая вот антенна. И вот эта антенна мне нравится намного больше. Она вот так вот сгибается. Вот. Вы ее можете транспортировать очень легко. Далее, ребят, смотрите. Тоже пришлось углубиться в эту тему. Погуглить, как они называются, эти все разъемчики. Этот разъемчик вкручивается у нас. Смотрите. Сейчас я вам покажу. Вкручивается непосредственно в рацию. Вот сюда вот. И, соответственно, вы уже можете сюда накинуть провод с разъемом и подключить внешнюю антенну. Допустим, базовую антенну, которая будет у вас установлена на крыше дома или еще где-то. Ну, не суть. В общем, видно, что можно подключить. Кстати, кто не связан с рациями вообще, новичок, не советую включать рацию просто вообще без антенны. И тем более нажимать кнопку передачи без антенны. Вы можете свалить выходной каскад. Так что будьте аккуратнее. Ну и, друзья, в чем прикол. Смотрите, еще один. Заказал антенну. Optima это CB диапазон. Это CB-шка. Эта антенна поддерживает море, речной диапазон. Также поддерживает, получается, дальнобойщиков всех. Авиацию поддерживает рация и с этой антенной авиации. Ну, в принципе, у вас диапазоны раскрываются вообще очень сильно. Все диапазоны раскрываются перед вами. Давайте откроем, посмотрим саму антенну. Смотрите. Вот. Разъем на саму антенну. Сама антенна, она идет внутри. Там катушка такая медная. Она 100 Вт нагрузки держит без проблем. На секундочку. Эта рация всего лишь 5 Вт выходной мощности. И, кстати, кто еще не разбирается в рациях, выходная мощность никак не влияет на прием сигнала. Вот будет даже 1 Вт с хорошей антенной, вы можете поймать сигнал хоть на 100 км, хоть на 500, хоть на 1000. Все зависит от антенны и от диапазона. И от сетки диапазона, какой вы будете искать. Там 1 МГц, плюс-минус, вы будете листать, листать, листать и найдете. Просканируете и найдете нужный вам диапазон и нужная вам связь. Вот такая вот антенна. Вот так вот все это будет собираться. Вот так вот она прикручивается. Вот так вот она закручивается. Вот так вот. Это автомобильная антенна. Цена ее 2600. Она уже идет с проводом RG58. Это медный провод, довольно-таки качественный. Есть медно-алюминиевый, напыленный, а это чистая медь. Хороший провод, он идет уже в комплекте. Также идет разъем, получается, на другой конец провода. Так, сейчас покажу, что идет в комплекте. В комплекте идет провод и вот такая вот заглушечка маленькая. Еще идет книжка. Радиосвязь на русском языке. Виды антенн. Виды антенн на магните, плюс крепление, плюс всякие рации, диапазоны. Вот на выбор можете промониторить. Я уже мониторю рации где-то полгода и могу сказать, какая хорошая, какая плохая, учитывая отзывы, реальные отзывы людей. Также здесь, смотрите, идут антенны. Антенну рекомендую сразу ставить врезную. У магнитной КПД намного меньше, радиус действия у нее, по крайней мере, приема намного меньше. Так что учитывайте этот фактор. А эта антенна врезная, она будет врезаться, допустим, в крепление или в крыше автомобиля, или в крепление, или в крыше дома. Ну, в общем, куда душе угодно. А крепить, а соединять, вернее, рацию мы будем вот таким способом. Рацию, ребят, мы будем соединять вот таким способом. Смотрите. Это уже вот крепление я специально заказал для рации. Сюда чистим провод. Здесь нам придется вот запаять паяльничком середину провода. И вот так мы все это дело соединяем. И здесь уже идет цельнометаллический переходник. Значит, этот мы откручиваем. Но этот я взял для провода RG58. Закручиваем. Закручивайте аккуратно, медленно, чтобы попасть по центру. Все, мы закрутили. Соединяем провод. Да, и спросите, что за антенна без штыка? Нам нужен штык. Нам нужен вот этот вот хлыст. Сам. Смотрите, антенна разбирается вот таким образом. Здесь идет маленький шестигранник. Шестигранник, он тоже есть в комплекте. Смотрите, катушка. Вот такая вот катушка. Запаяна точная пайка. Рекомендую это дело исправить. Запаять нормально паяльником. Нормально залудить, в общем, рекомендую. И катушку рекомендую залить радиотехническим лаком. Чтобы ничего нигде не замкнуло и не окисленность. Ну, мы это доработаем. Это уже идет из ряда доработок. Поэтому антенна такая дорогая. Она настроена на КСВ 1.1. Так, и вот, друзья. Сам шток антенны. Вот, смотрите, какой длинный хлыст. Длина его около двух метров. Длина его около двух метров. Давайте мы его сейчас откроем. Приходит он в такой вот запаянной полипропиленовой трубе. Сейчас мы его откроем и посмотрим. Антенну здесь, чтобы антенну не прорезать. Смотрите, ребят, ювелирная работа. Еще бы чуть-чуть. И повредил бы сам штырь. Давайте высовываем штырь. Смотрите, ребят, вот такой вот штырь. На конце он тоненький-тоненький. Для уменьшения сопротивления ветра. А здесь, куда он вставляется в катушку, он порядка трех миллиметров, наверное. Вот сюда вот она заводится. И шестигранником она зажимается. Ну и, в принципе, все. Регулировку можно производить. Плюс-минус выдвигать и задвигать эту антенну. Порядка ход получается у нее... Смотрите, какая. Здесь катушки в углублении. Ну, в принципе, до конца резьбы. Здесь ход у нее порядка трех сантиметров. Вы можете ее регулировать на КСВ. Так что имейте в виду. Хорошая вещь. Сейчас дополнительно измерю длину антенны. Длину самого штыря. Длина самого штыря получается метр пятьдесят. Метр пятьдесят. Я думаю, радиосвязь будет очень хороший. Очень хороший. Потому что если на полуметровых антеннах люди пишут, ловят по тридцать км. И даже более. У кого-то на полтос. Но с полтора метровой и такой мощной катушкой. Люди пишут радиосвязь просто прекрасная. Там вплоть до тысяч километров. Люди разговаривают между городами. Там Уфа, Москва. Вот так вот общаются. Так что все. Все, ребят. Всем счастливо. Всем пока. И смотрите, ребят. В чем прикол. В чем прикол. Еще раз скажу. Чтобы вы уяснили. Если будете этим заниматься, берите ту рацию. Ту модель, которая шьется в любые стороны. Которую вы можете прошить на ту волну. Вообще на все диапазоны. Абсолютно на все диапазоны. Так как покупая рацию с магазина. Или я заказываю на озоне. Покупая рацию. Это я правда не поставил за щелочку. Не обращайте внимания. Многие рации не шьются. А прошил я эту рацию с помощью. Вот сейчас покажу. Вот этого провода. А прошил я, друзья, эту рацию с помощью вот такого вот провода. Смотрите. От Baofeng рация. Просто вставляем за место тангета. Вот так вот. До упора вставляем. Нажимаем кнопку. И включаем. И когда будете прошивать, у вас лампочка будет моргать. В общем, и значит у вас рация шьется хорошо. Для Windows должен быть минимум 10 Windows. Для прошивки. Учитывайте этот фактор. Программ в принципе никаких особо не надо. Помимо одной программки. Но это уже, я думаю, в следующем видео. Если будет интересно, все это дело покажем. Все, друзья. Всем счастливо. Всем пока.